Без воды, света и газа живут сейчас тысячи людей вблизи линии фронта в Запорожской области. Ракеты и снаряды во дворы мирного населения прилетают ежедневно. Но люди не спешат уезжать. О жизни села в так называемой серой зоне. Смотрите далее. На бугре самый первый домик. Домик номер один. Хромая после осколочного ранения Сергей ведет нас к своему дому. Он травмы получил, когда, возвращаясь из магазина, попал под обстрел российской артиллерии и не успел спрятаться. Шел из Степногорска, попал под обстрел. Пять снарядов упало, а шестой снаряд упал в десяти шагах. Семь осколков вынули, ногу пожгло, руки пожгло. После двух недель в больнице Сергей вернулся в родное село. Через несколько дней российский снаряд прилетел уже к мужчине во двор. Вот он упал. Видите? Подарок этот упал. Снаряд называется. В тот день родился в третий раз, говорит хозяин. Я находился вот тут на риску. Я был вот здесь, в кровати. Вылетали стекла, вылетало все. И рамы, и стекла. И двери вот эти на мне вот здесь лежали. И столик. Если бы не столик, меня бы дверью убило бы здесь. Или еще покалечило. С того времени мужчина живет на кухне. В единственной комнате, которая более-менее уцелела после взрыва. От остальных помещений остались только стены. Вот моя кровать. Вот моя кровать. Вон моя буржуйка. Это мое помещение. Вот так и живу. Вот так я и живу. Через несколько домов от двора Сергея еще одна воронка от ракеты. Это был прилет со стороны Василики. Здесь у людей стоял питьевой бак с водой. Естественно, вот вы понимаете результат. Эта ванна была вот там аж за забором. Ее оттуда принесли. Супружеская пара пенсионеров после попадания российской ракеты в огород в спешке выехали к родственникам. Они в Запорожье, да. Они уже после 70 лет. Они морально не смогли. Это все произошло так, что люди просто, ну, понимаете, 11 ночи. Раисе Васильевне 82. Несмотря на страх и обстрелы, покидать дом не собирается. А я прожила одну войну. Голод пережила. И другу, думаю, пережила. В общем, в прифронтовом селе сейчас живет 120 человек. На улицу выбираются редко. Российская армия стреляет снова и снова. Живешь в погребе, кушаешь в погребе. Все в погребе. Вся жизнь в погребе. Большое горе объединило людей. Выехать отсюда никто не может. Ближайшее село либо 10 километров, либо 8 километров. Естественно, пешком пенсионеры никто не пойдут. Надеемся, конечно, скоро это закончится. Мы очень хотим, чтобы это закончилось. Но пока мы держимся дружно. Люди у нас дружные. В село можно добраться либо пешком, либо на своем транспорте. Да и дорога опасна. Существует риск попасть под российский обстрел. Поэтому продукты, лекарства и средства гигиены привозят военные волонтеры. Сюда тяжело доехать просто волонтерам. Они могут сделать это только с военными. Уже несколько месяцев люди живут без воды, света и газа. Была бы возможность заправлять генератор на насосной станции. И в селе на несколько часов появлялась бы вода и электричество. Чтобы подзарядить мобильные телефоны, говорят селяне. Нам надо помочь. Хотя бы добавили еще хоть 20 литров снорялки. Мы тогда бы сделали генератор, воды побольше дали бы. Ясно, что с электриком мы не решим. Это ясно. Мы не с вами вопрос. И мы бы заражали аккумуляторные батареи. Селяне верят, что проблемы временные. И украинские бойцы скоро выгонят оккупантов. А пока, говорят, главное не падать духом.